Ребят, серьёзная новость. Мне объявили войну. Привет, еди нахрен Роберт Эккес с канала Ролливуд, который наехал на Подгоерского. Подгоерский потрясающий режиссёр. Я решил ничего на этот счёт не предпринимать, но если это повторится ещё раз, то будут последствия. Я вас уничтожу. Переходим к выпуску. Всем привет, добро пожаловать на Ролливуд. Меня зовут Роберт Экки. Это Чё Позырить? И сегодня я расскажу про самые зарекламленные фильмы. Ну давай, ну давай. Первый фильм, про который я хочу рассказать, очень хороший фильм, я его посмотрел буквально сегодня. Это фильм Калашников. И я не про Витю Ака. Чё? Это фильм про того самого человека, который изобрёл знаменитый автомат. Сначала, как и люблю, о сценаристах и режиссёре. В общем, у этого фильма три сценариста. Один из них Сергей Бодров-старший. Один из них писал, как Витя Чеснок вёз Лёху шныря в дом инвалидов. Это очень классный фильм, вообще здоровский. Ну чё ты цеплеешься-то за жизнь? Нахер тебе надо, ты же уже полутруб. И третий, я не запомнил, что он писал, но тоже, видимо, хороший человек. Я скажу только про сценаристов, потому что мне очень интересно именно это дело. Про это вот вам скажут книги, как писать сценарий в Южной Калифорнии. Жаль, конечно, этого добряка. Этот фильм рассказывает нам про детство, про то, как Калашникова ранили, он вернулся с войны, про то, как он влюбился и про то, как он придумал этот автомат. У него не сразу это получалось, то есть у него там сначала был один, потом другой, потом третий. Я не буду спойлерить. Мне люди должны сказать спасибо. Я вам советую посмотреть, что мне понравилось. Мне понравилось то, что показали. Всё это без какой-то войны, без жести, без немцев, без агрессии вот этой вот. Мы будем жестоки к немцам. И ещё очень мне сильно понравилось то, что вот у нас сегодня три фильма. Два из них это фильмы основаны на реальных событиях. Это про живых людей, ну, которые жили, по крайней мере. Это очень здорово. Мне это очень нравится. Также в фильме Калашников очень много, знаете, таких актёров, которых ты такой, о, я его видел, о, о, я помню, где-то он был. То есть здесь нет прям таких... Самый медийный, там смоленидов. Вот, чтобы вы понимали, уровень медийности фильма. Но дело в том, что он очень классно написан, очень классно сыгран. Мне кажется, если бы Калашникова играл Петров... Кому он, ну опять что ли? Ну, ё-моё, что актёров нет? Вот, Калашников, тот фильм, где есть те самые актёры. Советую вам посмотреть. Погнали дальше. А точнее, поплыли, потому что фильм называется «Один вдох». Выдох. Из всех трёх фильмов, про которые я сегодня буду рассказывать, он мне понравился меньше всего, но оно и понятно. Потому что он про девушку. Я ни в коем случае не сексист, но там такая история, допустим, если Калашников в него все верят, и там и на заводе работают, бросают, и приходят ему помогать, то здесь, наоборот, девушка, которая разведена, муж ей изменил, отец в неё не верит. Она увидела, как отец целуется, ушла из плавания, забила на свою карьеру. И потом уже там в 30 или 40 лет начала нырять под воду. Это как-то называется, какой-то там... Как это называется? Начала заниматься фридайвингом. И в неё в этом фильме не верит никто, кроме сына. Дочка не верит, отец не верит, преподаватель в университете никто, ну там, ректор, никто не верит, только сын. И она вот сыном этим занимается. Очень интересно, основан на реальных событиях, классно. Я-то и все вранью. Ну ладно, не очень интересно. Ну такой, ну среднячок. Ну типа вот просто под вечер посмотреть, там, даже без пивасика вот можно. Просто, ну, просто это интересная тема фридайвинга. И оказывается, это там ещё в 2004 году люди этим занимались, чемпионат мира. И, естественно, у неё ничего не получается. Но в какой-то определённый момент у неё всё выходит. И она такая, она там не могла опуститься под воду. Она отпускалась на 83 метра. Потом раз и 101. И всё такие... Господи, серьёзно? Господи, вот это да, вот это сумасшествие. И меня вылечит. У неё это получается... Это не спойлер, это реальная жизнь. Поэтому, ну, я старался сегодня сделать выпуск без спойлеров. Не знаю, получается мне или нет. В целом, посмотрите, не ждите эффекта вау. Потому что эффект вау ждёт вас в следующем фильме. Господи, какие классные переходы. Какой я гений. Как я это классно делаю. Чёрт возьмём, браво. Следующий фильм, фильм фея. В этом фильме, конечно же, звезда Константин Хабенский. Но он там не один. Он там с девушкой, которая, ну, мне очень сильно понравилась. Очень сильно запомнилась. Очень игровая девочка. Ну, смешная, классная, интересная. Прям живая, живая. Екатерина Агеева. Какая интересная. Триса, у неё такой внешность интересная. Она специфичная. Мне очень сильно понравилась. Фея это про то, как люди создают видеоигру. Причём, ну, они в VR-очках. И эта игра реально интересная. Я бы такую с удовольствием поиграл. Это про богатырей российских. Русских. Русских. Идея очень интересная. Там группировка людей убивает плохих, там, геев, таджиков. Я всех люблю. Я всех люблю. Но геев чуть меньше. Но всё же. В какой только бред люди не поверят. Если хорошо напугать. И они убивают людей и делают жест из этой видеоигры, которая должна скоро выйти. И Хабенский такой, так, мы это раскрутим. Ну, Хабенский, как всегда, хорош. Господи, как он хорош вообще. Я не знаю ни одного фильма с Хабенским, чтобы сказать, ну, вот это плохой. Вообще, ни одного. А именно таких, как я скажу честно, искать их просто бесполезно. Но я ещё хочу, помимо актёров, я хочу выделить и сценарист, и продюсера, и режиссёра. И зовут её Анна Милкиян. Ну, здорово. И она сейчас красивая. У нас с ней ещё один день день рождения. Вот очень нужная вам информация. Зачем тебе это? И в этом фильме всё идеально. Это операторская работа, когда, видимо, камеру они ставят назад, и он с ней двигается. И это очень, это очень. Единственное, знаете, я вам там скажу такой минус, мы вот нашли. Это когда там главные герои ругаются, она открывает дверь, уходит, и в окно видно операторскую работу. Как люди стоят этой штукой, оператор сидит, режиссёр. Ну, это ладно. Можно, простите, там, кто-то даже не заметит. И просто я обратил на это внимание. Простите, пожалуйста, извините, пожалуйста. Ну, там всё классно работает. У Хабенского не разговаривает дочь, и потом она с ним разговаривает. Не буду спойлерить, хотя бы здесь. Это про переселение душ там Рублёва, и поможет у него был Даниил Чёрный, по-моему. Даниил, я не помню имя, честно. Они работали вместе, потом они умерли, похоронили вместе, и вот они, типа, переродились. Это очень всё здорово, это всё очень интересно. Фильм идёт 2,5 часа, но он на одном дыхании просто пролетает, ты даже не замечаешь. Поэтому из трёх фильмов сегодня я вам советую посмотреть, это Калашников и Фею. Готов скалывать. Если вас какие-то ещё фильмы задолбали рекламой, напишите в комментариях, я обращу на них внимание, и сделаю ещё рекламный выпуск специально для вас. Я, как и обещал, выполняю свою миссию. Смотрю фильм и говорю вам, смотреть его или нет. Ну что ж, это было всё на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Роберт Эйки, чё позырить. Пока-пока. Вот эту книгу, кстати, я недавно прочитал, очень хорошая. Здесь даже, ну, есть фильм «Москва слезам не верит». Вот, прописали, в Калифорнии его знают. А вы смотрели?